Чем отличается племенной вождь, которого Британского империя поддерживала, от племенного вождя, которого Британская империя убивала? Племенной вождь должен быть максимально разращенным человеком. Ему должно быть плевать на своих. Он должен быть порочным человеком. И он при этом должен быть глупым. И как только возникнет угроза, что он научился управлять своим племенем, его нужно немедленно убивать и менять на следующий. Они осваивают их очень эффективно. Они наши с вами деньги выплачивают в виде процентов за займы финансового спекулянта. То, что эти займы никому нафиг не нужны, это лирика. Это никого не интересует. То есть, когда они говорят, что денег нет, они лгут или же разоблачают собственную многолетнюю ложь. Но когда государство сгнивает и представляет собой сборище одичалых строителей блатного феодализма, то понятно, что любая рекомендация в его адрес выглядит смешно. Нам нужно регионам оставить больше денег. В бюджетном кодексе Примаковском зафиксированном регион должен оставлять у себя не менее половины денег, которые он зарабатывает за исключением внешней торговли. Точка. Так, хорошо. Переходим к вопросам от наших замечательных подписчиков. Вопрос ко всем вам. Сколько еще лет вы будете разговоры разговаривать? Михаил Игнатьевич, у нас есть прослойка наших слушателей, подписчиков, кто жаждет более активных действий, кто жаждет как-то приложить свою энергию на благо нашей страны. На благо, да? Да, да. Мы, конечно, исходим исключительно из законных методов. А какая ваша часть активных подписчиков, например, зарегистрировалась избирать наблюдателей на этих выборах? Интересная тема для опроса. Интересная. Просто вот вы пишете, активные действия, отлично, а вы тогда добавляете. Я за активные действия, я зарегистрировался, я работал наблюдателем. Или я за активные действия, но я не работал наблюдателем. Потому что, да, конечно, трое суток быть наблюдателем, это не в силах человеческих. Но можно договориться с соседом и можно взять отгул с работы. Тем более, что из этих трех дней два были выходные. Полтора суток я, полтора суток он. Коллеги, это невозможно в массовом порядке. Но это можно в порядке индивидуально. Потому что, если честно, я в свое время наслушался таких активистов. Я создал политическую партию. Было это в 2010 году. И было удивительно. Вот я создал политическую партию, я объявил и сказал, ребята, вступаем. В нее вступило порядка 5%. Я просто следил по аккаунту. Порядка 5% тех, кто, значит, меня подвигал на активные действия. Когда я сказал, я собираюсь создать партию. Да, да, ура, молодец, красавчик, вперед. 5% вступило. Мы с тобой. 5% этих мы с тобойщиков вступило. Остальные не просто промолчали. Из них примерно треть не просто промолчала. Она стала активно выискивать, что у меня не так. И не просто говорить, значит, парень, у тебя, ты вот это вот сделаешь не так, надо исправить. Нет, ты вот это сделал не так, поэтому ты плохой. И дальше на меня лились тонны помоев, причем лились недели. Михаил Геннадьевич, я вспомнил, я уже проводил похожий опрос. Вот я его нашел. Опрос был проведен две недели назад. Поучаствовал в нем 27 тысяч человек. В наблюдателя записалось 3%. С агитацией на улицах помогало еще 3%. То есть 6%. Все остальные сказали, что либо что-то делают в интернете, либо просто пойдут проголосуют. Это 65% самый популярный ответ. Ну и ничего делать не буду, когда-то потом будем что-то менять. 13% Нет, ну это 13% честных людей, начнем с этого. У вас все-таки аудитория активна. И 6%, которые что-то делали активно, это соответствует примерно 5%. Да, да, очень похоже. Любое отклонение от способности к математике, способности к предпринимательской деятельности до сексуальных извращений. Любое отклонение в человеческой популяции, ну любое значимое отклонение, это 5%. Что касается активных действий, коллеги, ну подскажите, что? Я это сделал. Ну подскажите. Создавать партию не надо. И идти в услужение к Жириновскому тоже не надо. Вот давайте вы все объединитесь. Не буду я работать на товарища Жириновского. На товарища Зюганова не буду при всем уважении, который уже в маразме находится. Который уже рассказал о том, как Гитлер сжигал в печах русских, евреев, поляков, цыган и прочую сволочь. Ну вообще, это партия. Не надо предъявлять ему претензии. Это называется необратимое изменение головного мозга, старческий. Он уже не понимает, что он несет. Служить ему не буду не только по этой причине, но пришел профессиональный предатель. Ну по-моему, про этих персонажей все давно понятно. Я очень рад, что у нас на встречах, которые мы проводим по субботам на Пушкинской площади, организовалось из тех, кто приходил дать мне интервью на камеру, организовалось, они назвали себя Народный профсоюз. Женщины сказали, нам не нравится то, что происходит с дистанционным образованием, нам не нравится то, что детей там собираются вакцинировать, будем это контролировать, давайте будем ходить по школам, узнавать, что они там собираются делать. Вот просто взяли, без каких-то пока что юридических оформлений, просто самоорганизовались и решили, что с их детьми они не позволят сотворить то, что не в их интересах, скажем так. Самоорганизация. Значит, друзья, ваши идеи мы с удовольствием почитаем в комментариях, но при этом напишите, а что конкретно вы готовы сделать? Не спрашивайте с остальных, пока сами палец о палец не ударили. Значит, я вижу политическую активность, я буду, наверное, участвовать в этих выборах. Я провел некоторую работу, мне там все пообещали и так далее. То есть я, наверное, пойду по Москве от справедливой России. И дальше я буду, так сказать, мы все очень не любим Семянина, но просто на фоне федеральных властей это, на самом деле, хороший человек и подарок. То есть я тоже, если вы за мной следите, бешусь по поводу бордюров, по поводу благоустройства. Маленькая деталь. Даже когда это воровство, это воровство из прибыли, это воровство из профицита бюджета. Причем Лужков сдавал Москву с большим дефицитом. И этот дефицит не от грабежа нас с вами по штрафам по парковку. Это, так сказать, вишенка на торте. Поэтому я буду ругаться, я буду драться, если получится. А не получится, я буду продолжать то, что я могу и понимаю, как. Выходить на баррикады со снайперкой я пока не готов. Тем более, что мне с моим характером иметь спиннинг, в общем, сильно противопоказано. А то будет не как в фильме «Ворошиловский стрелок», а сильно хуже. Павел, спросите у Михаила. Какие компании в связи с проводимой сырьевой экономикой в России пойдут под нож в связи со своей убыточностью? Не очень понимаю, что именно здесь имеется в виду. Возможно, речь о резком повышении налогов. Появилась информация, что налог на добычу ряда удобрений, металлов, других полезных ископаемых собираются повысить в 3,5 раза. То есть они решили взять деньги, покрыть дефицит бюджета за счет сырьевых компаний. Это бред, потому что в бюджете в фонде национального благосостояния 13,4 триллиона рублей. А всего бюджетных резервов, которых больше в фонде национального благосостояния, на полтриллиона рублей меньше. То есть Минфин запутался в собственной статистике. Но, тем не менее, они по-прежнему не знают, куда девать деньги. Это огромные деньги лежат, и бюджет можно было бы покрывать из-за этих заначек. В июле-августе они увеличили бюджетный резерв почти на триллион. Но они собираются гробить бизнес. Они будут его гробить. То есть я за целиком, за то, чтобы брать дополнительный налог с тех, кто добывает ни нефтяной, ни газовой полезные ископаемые, не угольные. Но не сейчас вводить новый пошлинг. То же самое я сторонник удорожания табака. Но, ребята, не в момент кризиса, когда у людей другое душа нет, кроме как сигаретку высыпать. Так что это бред. Какие именно фирмы будут убивать? В первую очередь будут убивать средние. Малый бизнес может раствориться и перейти в состояние ненаблюдаемого бизнеса, уйти в тень. Крупный бизнес имеет политическую крышу, как правило. А вот средний бизнес, он беззащитен. Он и на свету, и защитить его некуда. Поэтому выжигать будет средний бизнес. Дальше. Все, что сложно, не связано с IT и не связано с ВПК. Вот все, что сложно, где создается добавленная стоимость, и при этом это не ВПК и не IT, вот их будут истреблять беспощадно. То есть реальное производство? Третья часть сложного – это сервисы для экспортеров нефти и газа. Там сложная георазведка есть и так далее. Будет проводиться жесткая сегментация в медицине и в педагогике. Да, потому что там развелось много, так сказать, бизнеса, который сейчас пойдет под нож. Это уже все видят. Дальше угольщикам очень плохо. И будет плохо металлургам. А калийные удобрения, я вообще не понимаю, чем они думают, потому что в мире перепроизводство калийных удобрений. То есть белкалий, когда они там вздумали заикаться о забастовках, это дарвиновская премия в чистом виде, потому что кого-то нужно ликвидировать в мире с производителей калийных удобрений. И если белорусы решат, что это будет белкалий, и все дружно выдохнут, скажут, да, конечно, мы за демократию, убейтесь. И в этих условиях, когда мы, значит, собираемся убивать свою уралкалий, ну, красавцы, молодцы, конечно, что ты поделаешь. Так, на вопрос в целом ответили. Значит, традиционный, следующий вопрос традиционный. Евро наше все? Или как выборы в Штатах подгадят доллару? Ситуация постепенно меняется, развивается. Что скажете по поводу валюты? Когда демократы завалят мировые рынки, что подсадить Байдена? А они, гады, все не заваливают. Потому что по-хорошему, как в прошлый раз, в восьмом году, они должны были это сделать 15 сентября. Это время идеальное. Потому что, с одной стороны, все уже в ужасе, а с другой стороны, государство гарантированно ничего не успевает сделать. Может быть, сейчас это будет попозже. Но если, условно говоря, 10 октября мировые рынки не завалились, тогда из доллара нужно переходить в евро. Ну, если надолго, если вы живете в финансовом центре, у вас есть, как бы, кто-то из 10 крупнейших банков вам это может сделать, тогда в швейцарские франки. Вот. Но это, так сказать, если у вас все хорошо. Если у вас все, как у большинства, тогда в евро. До конца года в них сидим и смотрим, что происходит. Золотые монетки тоже хорошо, но вы понимаете, что любая царапинка на золотой монетке, ее стоимость сразу падает резко. Здесь много проблем с ними связано. Поэтому счет пока лучше. Пока. Михаил Геннадьевич, вот мы периодически упоминаем, что правительство захлебывается от денег, у них огромные неиспользованные остатки. Вот эта цифра денег, сколько сейчас есть в распоряжении у нашего руководства, она где-то прописана или это нужно самому считать? Мне кажется, учитывая, как много дезинформации по поводу дефицита, нужно брать внешние заимствования. А нет, никаких проблем. Заходите на сайт minfin.ru. На сайте minfin.ru открываете раздел «Пресс-центр». То есть он, собственно, вам открывается перед глазами. И с 10 по 18 число каждого месяца, обычно 11-12, там появляется документ, который называется «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за предыдущие месяцы». Заходите в этот раздел и смотрите статью «Дефицит бюджета в рублях», там доход, там все очень хорошо расписано. Там у них четыре, в экселевской таблице четыре странички. Можно посмотреть недофинансирование статей по расходам. Все очень прозрачно, Силана в этом отношении, молодец. Вас, в первую очередь, должна интересовать первая страничка, это кассовое исполнение. И там статья раздел «Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета». На начало периода, на конец периода. Смотрите и наслаждайтесь. Ваш рассказ будет идти на фоне этого сайта, я сейчас это сделаю. Пожалуйста. А второе, открываете в сайт тот же самый Минфин пресс-центр, можете открыть Минфин статистика и дальше фонд национального благосостояния. Можете открыть Минфин пресс-центр, и у них справочка о состоянии фонда национального благосостояния. На первое число каждого месяца выходит в первую неделю каждого месяца. И смотрите, сколько там всего денег, и сейчас они даже отдельно пишут, сколько из них ликвидных денег. Потому что понятно, что те 3 миллиарда долларов, которые мы подарили Януковичу, они в фонде национального благосостояния только числятся, на самом деле они не ликвидны. И деньги, которые вложили через внешнеэкономбанк в какую-нибудь инфраструктуру, они тоже числятся, как облигации госкомпании, но они не ликвидны. Ликвидных там где-то 8 триллионов, по их оценкам, 9 триллионов из 13,4 десятых. Но каждый из вас это может проверить, потому что я говорю на память, а вы можете зайти и посмотреть непосредственно. Это, повторяюсь, официальная отчетность Министерства финансов Российской Федерации. То есть, когда они говорят, что денег нет, они лгут или же разоблачают собственную многолетнюю ложь. Потому что эту статистику они публикуют, по крайней мере, с начала нулевого года. 20 лет. Отдельный хохот у меня лично вызывает разговоры о том, что у нас совершенно нет денег, дикий дефицит, 4,5% дефицит бюджета. И на этом фоне полтора миллиарда Лукашенко, пожалуйста. То есть, мы будем сами занимать у каких-то иностранных организаций деньги и при этом сами даем в долг. Ну, деньги Лукашенко – это деньги на то, чтобы у нас железный занавес от моря и до моря опустился чуть позже. Чтобы у нас не прекратился полностью сухопутный транзит в Европу. И я-то считаю, что это вложение, что называется, инвестиционное, это вложение окупающиеся. Другое дело, что мы, конечно, должны были проводить политику другую по отношению к Лукашенко. И сейчас должны проводить. Но когда государство сгнивает и представляет собой сборище одичалых строителей блатного феодализма, то понятно, что любая рекомендация в его адрес выглядит смешно. Это как прокаженному с отваливающимися конечностями рассказывать, как правильно бежать в марафон. У него ноги отвалились. Какой нафиг марафон? В данном случае, конечно, не ноги, а голова. С ногами у них все в порядке. А что касается займов, так это государство... Это, понимаете, когда я говорю, что либералы. Я же не ругаюсь. Это же не матерное ругательство. Это научный термин, как и олигархи. Слово либерал означает человека, который служит финансовым спекулянтом против своего народа. А если я, либерал, служу финансовым спекулянтом, то моя главная задача какая? Обогащение финансового спекулянта. В результате этого у бюджета есть две функциональных задачи. Если вы посмотрите по его исполнению, то есть две задачи, которые он решает с блеском. В этом отношении господин Сюланов такой же гений, как господин Кудрин, такой же красавец. Задача первая. Не допустить никакого развития в Российской Федерации. Точно. Потому что если мы будем строить дорогу, эти деньги, может, и украдут. Но их украдут совершенно не финансовые спекулянты. И к финансовым спекулянтам эти деньги попадут не все, и очень кривыми тропами. А пока деньги лежат просто в федеральном бюджете без движения, есть надежда, что они достанутся тем самым финансовым спекулянтам. Все будет хорошо. То есть это фактически наглый грабеж нашего бюджета? Ну... Или надежда на его грабеж? Да, это надежда на его грабеж, как я это расцепил. Но первое, это блокирование любого и всяческого развития. Если вы деньги, рубль дадите нищему ребенку, нищий ребенок эти деньги потратит на еду или на лечение. И эти деньги не доставутся финансовым спекулянтам. А если деньги будут украдены, то они им достанутся. Вторая. Второй приоритет, о котором сказали вы. Это займ. Почему? Потому что займ – это способ платить проценты. Займы российским бюджетом берутся не для того, чтобы этими деньгами сделать что-то полезное. Посмотрите по отчетности Минфина. Они берут займы, чтобы тут же эти же деньги заморозить в бюджете. Они берут займы, чтобы нашими с вами деньгами, деньгами налогоплательщиков, выкармливать, по сути дела, субсидировать финансовых спекулянтов всех мастей. И наших, и иностранных. То есть, проще говоря, они даже освоить деньги не могут. Не-не-не. Они осваивают их очень эффективно. Они наши с вами деньги выплачивают в виде процентов за займы финансовым спекулянтам. То, что эти займы никому нафиг не нужны – это лирика. Это никого не интересует. Статья расходов, которая называется «Процентные расходы», то есть выплата процентов по займам – это статья, доля которой в бюджете растет неуклонно. Вот доля расходов на оборону сокращается. Доля расходов на ФСБ сокращается. Доля расходов на государство сокращается даже периодически. Там вообще недофинансирование идет колоссально. А вот расходы на финансовых спекулянтах, субсидирование финансовых спекулянтов под видом процентных расходов только увеличивается. Неуклонно. Главный приоритет этой власти – блокирование любого развития. Раз. И выкармливание нашими деньгами финансовым спекулянтам – два. Михаил Георгиевич, следующий вопрос, он, видимо, пришел от наших друзей из НОДА, потому что у меня на канале за последнюю неделю вышла серия роликов, посвященная этим замечательным гражданам. Вопрос для Михаила Делягина. Как вы оцениваете по десятибальной шкале степень колониальности РФ? Или сетибальной? Семь. Семь. Это, конечно, не Германия. Это совсем не Германия. Но нас нельзя бомбить. Мы входим в число стран, которых нельзя бомбить. Но при этом наша политика управляется извне, в общем. Ну, все и в общем. И чтобы выйти из колониальной зависимости, нужно сделать что? Чтобы нужно устранить то, что является инструментом обеспечения колониальной зависимости. То есть, нынешнюю правящую тусовочку. Как минимум, в ее либеральном, в ее либеральной части. Потому что колониальная зависимость носит не институционализированный характер. Она основана на страхе одних и на безумии других. И абсолютно убежден, что если, скажем, Чубайс или Гайдар, или Ясин делали выбор между служением России и служением финансовым спекулянтам осознанно, то есть, для них это был выбор. Я книжку написал в «Светочей тьмы», биографии этих людей, о том, почему нормальный советский человек делает выбор в пользу уничтожения своей страны. То для следующего поколения, скажем, Набиулиной, которая была аспиранткой, которая даже не смогла защитить кандидатскую диссертацию, хотя она очень руководитель у нее был умнейший человек в своей эпохе, Ясин. Она даже кандидатскую защитить не смогла. Для нее выбора нет. У нее сознание уже религиозное. Да, верующий человек не может делать выбор между своей религией и чужой. У него есть только своя религия. Он не видит, что существуют какие-то возможности. Точно так же нынешнее поколение либералов, оно не видит, что существует возможность развивать свою страну. Я глубоко убежден, что Глазьев не смог объяснить Путину, что он прав, не потому, что Глазьев что-то не так говорил, не потому, что он занудный, не потому, что он слишком ученый, слишком умный, а потому, что Путин, как человек, сформировавшийся в окружении собчака, как политический деятель, он правда не подозревает, что может страну развивать. То есть, да, Германию можно, Америку можно, Китай можно. На наших глазах. Китай из страны, в которой нельзя сделать ничего, превратился в страну, в которой можно сделать все. А вот Российские. Это элементальный вывих сознания. Вы сейчас говорите о том, что главный инструмент управления, колониального управления России, это либералы, включая Путина. Это колониальная элита. Ну, включая, не включая, это вопрос дискуссионный, но главный элемент управления колонией, это колониальная элита, потому что никакие институты в колонии не существуют или не являются долговременными. Просто в силу, как бы, института признак цивилизации. А смысл колонии в том, чтобы разрушать цивилизацию, которая там была. Поэтому институты, которые могут быть устойчивы в обществе, они только те, которые соответствуют потребностям этого общества. Если они не соответствуют потребностям общества, они эффективны. Поэтому колониальные институты, они могут выглядеть как угодно мощно, они эффективны по своей природе. Каждый их служащий понимает, что он враг своего народа или ощущает это. А работает только колониальная элита, которая верует, что в случае чего ей позволят встать и уехать в Петрополь. Это наши либералы и значительная часть наших нелибералов. А вот изменение конституции. Нужно же конституцию изменять. Ну, слушайте, ну что за бред? Конституцию никто не обращает внимания в государство. Конституция, почитайте внимательно, просто люди из НОДа, никто из них читать не умеет, и никто из них эту конституцию не читал на самом деле. Потому что то, против чего они протестуют, никому не мешает. При этом конституция, это свод, производит впечатление свода обещаний, которые государство договорилось с народом не выполнять. Ребята, вот этого, 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 этого не будет. И это записано в конституции как нечто существующее. Социального государства не будет, права на жизнь не будет и так далее. В этом, конечно, ощущение, но похоже, что так. И когда мы говорим про одичание больных строителей блатного феодализма, больных, разумеется, в хорошем смысле слова, это не оскорбление, это неотъемлемый элемент политики. Потому что еще Британская империя сформулировала требования к племенным вождям, которых она будет поддерживать. Чем отличается племенной вождь, которого Британская империя поддерживала, от племенного вождя, которого Британская империя убивала? Племенной вождь должен быть максимально развращенным человеком. Ему должно быть плевать на своих. Он должен быть порочным человеком. И он при этом должен быть глупым. И как только возникнет угроза, что он научился управлять своим племенем, его нужно немедленно убивать и менять на следующий. И в этом отношении мы видим причину ненависти от тусовки нашей либеральной и западной к Путину, потому что, согласитесь, он под это определение племенного вождя не подходит или подходит не совсем. Так что дело не в документах, не в бумажках, дело в людях. И требование сменяемости власти это и есть требование колониальной элиты, чтобы никто не успел научиться управлять. Это, кстати, относится к американскому президенту тоже, потому что американский народ, как мы видим по его, так сказать, деградации, находится в такой же колониальной зависимости у глобальных финансовых спекулянтов. Такой следующий вопрос, прям от него надежды веет, радужные перспективы. Что Делягин будет делать, если Путин уйдет с поста президента, а олигархи и чиновники-единороссы, почувствовав, что для них запахло жареным, начнут сваливать из страны? Ну, скажем так, я буду чуть меньше обращать внимание на формально пока еще действующее законодательство, чем сегодня. Хорошая формулировка. Очень, очень изящная. Вопрос, может, и примитивный, но все равно задам. Почему в Белоруссии такие гонения на всяких там Тихановских, Колесниковых и прочих? К примеру, я понимаю такие фигуры, как генерал Лебедь, Рохлинг, Вачков. Они могли представлять хоть какую-то угрозу. А эти-то в чем их угроза для Лукашенко? Их угроза для Лукашенко в том, что это аватары западных. Это люди, которые будут его сажать на кол не потому, что они его не любят, а потому, что им третий секретарь польского посольства за кружкой пива что-то невнятно намекнет. И они, думая, что они могут заработать ПМЖ в Польше таким образом, пусть даже на уровне посудомойки, будут его Лукашенко сажать на пол. А ведь на самом деле Лукашенко, как человек, читавший книжки, он же знает, как на самом деле поляки обращались с белорусским населением. Когда, значит, кишочек не выпускали, прибивали к дереву и заставляли ходить вокруг этого дерева, пока кишочки не кончатся, не размотаются. Ну и оставляли так. На самом деле, бандеровцы очень много социальных практик по методам убийства заимствовали именно у поляков, которые, так сказать, окормляли население Западной Белоруссии и Западной Украины. Ох, мое воображение слишком ярко, чтобы слушать такие истории. А товарищ Лукашенко, а вот поймите, пожалуйста, что товарищ Лукашенко, это перед внутренним мысленным взором каждый день. Потому что он понимает, что с Каддафи поступили так, как нам 10% не показали, а с ним будет вот так. То есть мы говорим о том, что у Лукашенко включился инстинкт самосохранения. Тогда встречный вопрос. Когда же он включится у нашего Владимира Владимировича, если у него такие же вот либералы, аватары Запада, они кругом ходят и просто их тьма тьмущие? Давайте не будем уподобляться Евгению Алексеевичу Федорову. Давайте не будем сходить с ума прямо в эфире. Вот когда инстинкт самосохранения и если включится, тогда мы это будем обсуждать. Ну а если он не включается, чье обсуждать то, чье нет. И вряд ли будет, на мой взгляд. Следующий вопрос. Понимаете, что в нормальном государстве человек типа Марцинкевич должен пройти жесточайшую психологическую обработку и после этого стать зампредседателя комитета по делам молодежи. Не в Госдуме, а во власти. И бороться с педофилией. Или замначальника профильного управления МВД. И реально бороться с педофилией. Да, потому что обучить человека законом это можно. Обезьянку можно научить закон. Как мы видим на примере Европы. Да? А инстинкты социальные не абсолютно правильные. С энергетикой у него все в порядке. Человек плохой, ребята, поставьте его в рамочки, будь хорош. Сила, которую может перевернуть страну, это либералы. Не лучше ли заключить партнерство с ними? Спрашивает представитель левого движения. Вы знаете, я много раз пытался работать в Шаби-Сгу. Выяснилось, что либералы принципиально отличаются от иудеев. Шаби-Сгу это человек, который в субботу, когда работать нельзя, правоверному еврею, он выполняет необходимые работы. То есть, он помогает ему. Он все равно гой, то есть, он все равно не человек. Но он полезный человек. Да? Как вот там корова, овечка, что-то еще. И поэтому его кормят, к нему нормальные отношения. Так вот, либералы отличаются от иудеев тем, что у них вот этой вот заботы о домашнем скоте нет. для них любой человек, который хочет жить в России, абсолютный враг. Абсолютный. Это вбито в позвоночный столб. И вас кинут. Причем вас кинут жесточайшим образом. Причем в тот момент, когда вы будете помогать. То есть, это будет иррациональное кидало с точки зрения здравого смысла. С точки зрения стратегии это очень правильно. Уж никто не ждет, что вас кинут, когда вы вместе с человеком несете досилки с цементом. Поэтому вы беззащитны в этот момент. Когда вы досилки с цементом донесете, вы уже сможете о чем-то подумать, вы сможете на чем-то сосредоточиться, кроме этих насилок. Поэтому уступать с либералами можно. Только вы будете крайним и вы сядете. И будете с вами как с Марцинкевичем. Я пытался даже участвовать в выборах Координационного Совета оппозиции. Я понимал, что я для них чужой. Я понял, что я для них враг. И более того, мне это объяснили предельно. Просто я хотел просто проголосовать. Но когда я увидел, как считаются голоса, господином Навальным, кстати, и компанией, я помню, что это жульничество и мошенничество. Не в отношении меня, а в принципе как мироустройство. Потому что то, что для нас с вами является жульничество и мошенничество, потому что нам кажется, что закон един для всех, для либералов является нормой поведения. Для либерала человек это тот, кто, как и он, служит глобальным финансовым спекулянтом против этого народа. А человек, который является частью этого народа, и который более того, что ужасно пытается выступать в защиту этого народа, это враг в отношении которого никакие правила не могут применяться. Просто потому, что любое правило ограничит возможность его уничтожения. Точка. Так что долгосрочные стратегические союзы мы отвергаем. Даже тактический союз, возможен тактический союз с нормальными либералами на местах. Потому что в регионах очень часто податься некому, некуда, и даже яблоко в некоторых регионах является нормальным. Пожалуйста, там сколько угодно. Просто там не идеи либералы, там либералы случайные. А так из либералов, я знаю честного либерала Владимира Александровича Рыжкова, которого нигде не видно именно потому, что он честный. Я знаю честного либерала господина Пянткурского, который, по-моему, лет 10 назад сошел с ума, судя по его комментариям, но он человек честный, абсолютно. Он просто пожилой уже сильно в возрасте, старый закалки человек. Ну, раньше был честный Шлозберг. Я с ним 15 лет не общался, поэтому я не знаю, просто не следил за ним. Но, может быть, еще парочку я запамятил. у кого-то. Хорошо, Михаил Иванович, наше время подошло к концу. Последний вопрос. Эмир Керимов спрашивает, какую систему выбрать для России? Советскую Республику, Федерацию, как в США? Политика стоит выше экономики. Для сильной экономики нужна здоровая, хорошая, новая политическая система. Как вы считаете, вот эти варианты устройства, нам нужно больше суверенитета дать регионам? Нам нужно регионам оставить больше денег. В бюджетном кодексе Примаковском, зафиксированном, регион должен оставлять у себя не менее половины денег, которую он зарабатывает, за исключением внешней торговли. Точка. Вот хотя бы к этому вернуться, а называйте, как хотите. На самом деле, это федерализм. Это и есть Российская Федерация, которую нынешние государства игнорируют принципиально. А все остальное это славобудие. Это к делу не относится. Большое спасибо, Михаил Григорьевич, за ваши ответы. До новых встреч через неделю. Счастливо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok